Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро, красота и истина То есть это не есть некая сущность как такова, как нам пытается доказать железный человек На самом деле и бытие есть не стремление как форма существования или форма должного Это означает, что мы должны покинуть светлый мир американского пневматографа И обратиться к темному миру олимпийских богов на Греции Но в самом деле кто у нас такой Зевс как не идея власти Кто у нас как Гера как не хранительница семейного очага Что такое Афина как не мудрость Мы видим на самом деле, что речь идет только о каком-то определенном рода качестве Ну вот Гефест, он по большому счету всего лишь является кузнецом И вот он абсолютно совершенен только в одной этой простой функции Точно так же Зевс, когда мечет молния, когда является идеей власти Он тоже совершенен как бы Но в остальное время он несчастный, обманутый муж Которого тиранируют хранительницы его очага Она тоже в своем хранительстве очага Гера Она тоже беззовершенна Но относительно этого, в относительно вне своей формы Она является практически полным ничтожеством То есть нет нечто другим Мы видим, что у нас есть различные формы существования Когда не важно кем быть Важно быть кем-то Быть вот этим кем-то в полной своей величине Но вне своей формы существования, некой субстантной То ты, у нас получается, обладаешь совокупностью и недостатком Как и все олимпийские бога Они в чем-то одном совершенства Во всем остальном Они скопища пороков и несчастья Мы вводили в свое время понятие формы То есть речь идет о том, что Здесь эта форма власти И он полна-то именно конкретно этой формы Обродит эта полнота красоты И именно в этой только форме она полнота И так далее И фест, допустим, полнота кузнечного делали Вот речь идет о подобных вещах Стол только в том смысле, что он стол В этом смысле он совершен Не знаю Я думаю, что речь идет о форме существования человека Как ложь, как ложь, но он несовершен Я думаю, что речь идет о столе Нет, я Если я геометр Опять, калатурно, если примером воспользуемся Если я геометр, то я Могу быть И находиться в ситуации добра И наложенства Или субстантного В том и том смысле, что я хороший геометр Я совершенствовал геометр Я совершенствовал Если я служу Аполлону То я великолепно играю на свете Ну, мы когда Достовицкого рассматривали Мы говорили о форме врача Что такое врача? Это определенного рода форма Которая из человека присутствует Собственно, для него быть врачом Это и есть быть То есть быть врачом для врача Это означает быть Да Быть вообще Это очень важно Потому что быть врачом Значит быть И нет другого смысла Бытия В этом смысле Олимпийский вилог Гораздо более точно Уточняет понятие Богов Которые существуют В американском кинематографе Потому что для железного человека Не прояснено Он ясно, что он герой Он ясно, что он геракл Но такое ощущение Что он обладает Полнотой возможностей Во всем Его интрижность С его интрижкой женщины Это всего лишь некие краски Которые его счастливые Обогащают Вот такие вот они Вот такие Совсем другая ситуация Собрать фильм Зака Снайдера Там я напомню О чем идет речь Речь идет о том Что две империи Находятся В состоянии противостояния На грани Терновиденной войне То есть СССР И Америка Но на стороне Америки Выступают люди Обеспеченные Большим количеством Сверхспособностей В том числе У них есть Доктор Матхаттен Возможности Которые благократно Привосходят Возможности Супермена Из-за американского Кинематографа Он может Неверно перемещаться На планету Угни Разделяться на десятки И на десятки человек Одновременно И так далее И так далее Там есть человек Как говорят Самый умный человек Но с американской С точки зрения Самый умный человек Это человек Который лучше всего Дерется ногами И самый богатый При этом При всем этом Вот он самый умный У него хорошие зубы Да Вот у него Вот там Такой Ну что здесь Интересно Что каждый из них При всем при этом В чем-то Оказывается полным Ничтожеством Там есть и герой Который надевает На себя костюм Он ухаживает За девушкой Тоже такой же Дерение Точно так же Пока он не наделан На себя этот костюм Он является Законченным импотентом Он на что не способен Он надевает на себя Некую внешнюю маску И вот что-то Превращается И каждый Один из них Сумасшедший Каждый Обладает вне Вне своей формы В которой они существуют Большим количеством Всевозможных проблем В этом смысле Они являются Идеальной копией Мира Олимпийских богов Который существовал В Древней Греции Ровно идеальным То есть вне Вот этой формы Они существуют Маленьким Слабым Несчастливым человеком Они надевают на себя Костюм Как это дело Входит в состояние формы Но Они являются Формой совершенной В том смысле Что обладают Какими-то Однокопности способностями Тот, который самый умный Лучше всего Передерется ногами А доктор Матхаттен Ну дело там Заканчивается тем Что Двум империям Потребуется Некий единый Противник Чтобы помириться Между собой И таким оказывается Доктор Матхаттен Вот этот Я вот Про вот этот самый сюжет То есть Мы видим на самом деле Что Мифология В современном Древней Греции Из современного Долливуда Почти не изменилась Все те же герои Все те же самые краски Все та же самая Гера Хранитель Сачига Тот же самый Зевс Мещущий Молни Ничего То есть Эстетика Мифов Древней Греции И современного Американского Кинематографа Во многом Очень сильно похожа Кстати Про Супермена Как универсального Бюро Можно вспомнить Как бы Единобожий То есть Когда не много богов А бог один Когда бог один И он обладает Сей полотой Возможности Как бы Возникает Вот понимание Героя Как Супермен То есть Так же копирует В некотором отношении Вот этот положение Я не знаю Я думаю Что нет Как раз Супермен Это человек Обладающий Такими Какими-то Я понимаю В этой логике Твои Олимпийские бога Это множество Героев Которые В чем-то Имеют Преимущество А в чем-то Недостаток А один бог Возникает Универсальный Здесь надо Различить Все-таки Понятие бога И понятие героя Греция тоже Различает Бог От героя Геракл Герой Бог Он есть бог В чем оно Здесь различается Ну потому что Бог с точки зрения Древней Греции Это не что иное Как форма служения Всего лишь То есть Находиться в власти То есть Управлять Скажем Афинами Это значит Служить Зерсу И давать ему Всевозможное Даре Но служить Будет всякий раз Герой Перикл Или кто-либо еще Лекур Ну непонятно Кто будет ему служить Какой-то Точень Это в случае Бог Это как идея Да Сверчение идеи Да Сверчеловек А чем он Сверчеловек Нам особенно Интересен Мы затрагивали Вопрос По Тарантино Почему-то Человек Который Обладает Формы Внутри себя Он обладает Большим количеством Качеств Для мира И для самого себя Не стремится Быть Вот этой Самой Бандой А пытается Стать Как этого Мальчика Звание Которого Он Огрядился Вот он Огрядился Постого Репортера Постого Репортера Слабого Неуверенного В себе Голухого Еще Не претендующего Не на Места Не Умещего Ухаживать За девушкой По сути Это вот Интересно Лузер То что называется Да Это Очень Интересная Коллизия Мы ее Тоже обсуждали Когда говорили Об убить Билла Достаточно Подробно Почему И Каждый Каждый Из вас Кто Смотрит Сейчас Мое Видео Намерка Знает Круче Таких Примеров Когда Человек Вполне Успешно Совершенно В одном Почему Стремится Быть Другим Быть Лузером Мы вспомним Этот фильм Убить Билла Тарантино Там состоит Что идеальная Убийца В исполнении Рума Турман Рожденная Чтобы убивать Она Пытается Бросать все И пытается Стать Обычной Домохозяйкой Ее Спрашивают Почему Это так Происходит Но Она Не может Себе Ответь Она Считает Что Должна Была Дать Своей Дочери Спокойную Жизнь Вне Обстановки Населета Неправда Она Могла Быть И убийцей И Не Может Лично Есть Форма Некоторой Сюжетности Некоторого Рода Показать Контраст Когда Герой С одной Стороны Как бы Занимает Сразу Две Позиции Противоположного С одной Супергерой С другой Последний Узер То есть Узер В нем Должен Тенеться Версой Героя Это Как Моз Это Моз Просто Человек Обродевается Моз Собер Художественность Изображение Персонажа Было бы Неплохо Создать Слишком Большой Контраст Чтобы Оттенить Саму Ситуацию Это Первое А второе В крестьянстве Есть такое Что Первые Станут Последние Последние Первые Вот именно На крайности Когда Когда же Крайность Исходится Вот здесь Тоже Такая Игральность Не просто Какой-то Средний А вот Именно Крайне Положение То есть Христианство То что Самые Самые Слабые Они И являются Теми Кто Войдет Край Самые Слабые Самые Обиженные Самые Интересные Что Думают Христианство Неплохо Думают Войдут В Дело Не в содержании Христианства Дело Состоит В том Что Нам Всегда Видим Границы Нам Важно Видеть Именно Границы Вот Если Мы Посмотрим Кинематограф Мы Всегда Смотрим Кинематограф Не Обычных Людях Обычно А Каких-то Специфических Крайних Людях Сумасшедших Таких Преступников И так Дальше То есть Мы Хотим Увидеть Свои Наши Границы Кинтесенцию Нет Границы Понимаете Что Содержание Содержание Определяется Своими Границами Внутри Содержание Более-менее Однородное Что Такой Человек Ну Плюс Минус Туда Какая-то Однородность Содержание Человека Определяется В каких-то Экстремальных Вещах На своих Границах Как Об этом Говорят Экзистенциалисты Что Означает Как Определить Что Такой Человек Надо Ситуацию Критическую Поставить И Критическую Ситуацию Он Приведет Те Способы Каким Он На самом Деле Есть Только В критической Ситуации Я Спресс Об этом В своей Психологии Пишу Что Именно В критической Ситуации В каких-то Пограничных Ситуациях Человек Проявляет Свою Сущность И Нам Поэтому Интересны Именно Границы Точно Так же И Здесь Супермен С одной Стороны Как Граница Супер А А с другой Стороны Граница С другой Стороны Как Самый Последний Как Первый И последний Одновременно Как Альфа и Омега Знаешь Вот такой Полностью Все Возможности Пограничные Воплощающие В себе Я согласен Что Речь Как раз Именно О границе Да Внутренней Границе Формы Но Не уверен Что Здесь Экзистенциализм И Ясперс И Какое-то Отношение В самом деле Что Такое Рефлексия Рефлексия Она состоит в том Что я никогда Не могу Схватить себя В качестве Существующего Я лежу в ванной Наслаждаюсь Как мне хорошо Я пытаюсь Схватить Передо мной Вместо моего тела Которое Наслаждалось Деревяшка Знак Я последую Моя рефлексия Возможна Таким способом Что я последую Своё отношение С собой Какой-то Деревяшкой Знаком В этом смысле Ситуация Быть в рефлексии Да И быть суперменом Она невозможна Она не рефлектируется Ты можешь Схватить себя И отрефлектировать Только тем способом Что станешь Вот этим несчастным Лузером Или Этой несчастной Плохой домохозяйкой Каким пытается Стать героиню Матома То есть Речь идет действительно О границе Я внутренней границе Помню То есть Рефлексия Невозможна То есть Либо ты герой И ты герой Да Либо У тебя Возникает Странная Странная вещь Либо ты Живешь Побеждаешь В заваревывающем Как непосредственный деятель Ты герой А как в рефлексии Ты как в последний Да Ты живешь Побеждаешь Все тебе аплодируют И деньги сыплются На тебя рекой Либо ты Рефлектируешь И тогда Ты Вместо героя Пытаешься Быть И просто Домохозяйкой А если посмотреть Сюжеты Часто Ну сюжеты В дикомиксах То вот все Отрезательные герои Они рефлектирующие Там всякие Вроде пингвин Который борется С Суперменом То есть С Бэтменом Последний Кто там еще борется Они все какие-то Рефлектирующие Они постоянно Рассуждающие Ну я не знаю Как они рассуждающие Мне кажется Что они-то как раз Взятые просто как тень Как просто Недознача добра По идее Так должно быть Они взятые как тень А гораздо интереснее Почему Персонаж Супермена Хочет быть лузером А лузером он может быть Только потому что Рефлективно Схватить себя Можно только как лузер Мы действительно Когда схватываем форму Как таковую Мы схватываем Частоту формы Что такое частота формы Это форма небытия При этом Как бы Вот эта ситуация лузера Человека обреченного Большого количества Недостатков Это единственная Возможная форма Для супергероя А может ли супергероя Стать Отрицательным Отрицательным Героем Здесь Отрицательности нет Он не становится Отрицательным Здесь он человек Рефутирует Он спонят Он спонят Он Он Превращается Вот в этого Своебразного Лузера Это как бы Очень важно Важно здесь Понимать Что даже В американском Кинематографе Есть очень важная тема Что человек Всегда и везде Очень часто Знаком Власти Богатства и благополучия Предпочитает рефлексию Быть у себя То есть сознавать себя Для человека Гораздо важнее Часто Чем обладать Чем обладать Всей полнотой космоса Чем быть кем-то Чем обладать Всей полнотой космоса Для его рефлексии И сознания Солнца Кем-то быть Для него важнее Чем обладать Чем для других Это как раз Принцип Не знаю Является ли это принцип Христианской аскезы В христианской аскезе Или какой-либо еще Аскезе Ты действительно Раскрываешь себе Вот эту самую Полноту ничтой Или полноту небытия Которая возникает На рефлексивной основе Ты можешь быть богат Знаменит Успешен Но ты рефлексируешь себя Ты бросаешь все И превращаешься К героиню Матоном В простую домохозяйку Это неудачно Это невозможно Потому что Ты никогда не можешь Стать домохозяйкой Никогда Это не твоя форма Это невозможно никак Это вот такой Определенного рода Надрыв Художественно отображенный Тарантино И ничего За этим Художественно отображенным Тарантино Надрывом ничего нет Больше ничего нет Ну, важно эту самую штуку, что человек до последнего момента всегда всем благополучием, счастью, богатствую, чего-либо еще, знаменитости, очень многие люди предпочитают полнотурную фрексию. То есть, фактически получается, что они убирают не Бога, а выбирают непонятно что. Непонятно что, да, да. Причем, на самом деле, Килл Билл, опять же, этот же Билл в конце, там уже как раз объясняет ей, что ее сущность такова, что она убивает не потому, что, как бы, она, кто-то приказывает, а потому, что она убийца отражает. Да, 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 да. Она совершенно... Это ее сущность. Да, это ее сущность. Она хочет доказаться самому себя. Как его супермена. Быть суперменом – это его сущность. Он тоже отказывает самого себя. И то, что она потом, он в конце заставляет ее убить себя – это тоже, как бы, еще одно доказательство этого. Она совершенно убийца, но она пытается стать неудачной домохозяйкой. Она не может ей быть домохозяйкой. Хотел просто замечать по поводу христианства. В христианстве же есть такой интересный оборот, что возвышающие себя будут унижены, а унижающие себя будут возвыситься. Опять же, вот это вот и первый, и последний, и последний, и первый. Вот эта вот игра, на самом деле, да, она, может быть, как раз и находится в сфере рефлексии, да, вот различия, как бы, тех, кто просто живет, да, и тех, кто рефлектирует о своей жизни. Что значит, как бы, рефлектирует о своей жизни? Это и означает, возможно, себя унижать? Кстати, вот я надмечу это самое, если я не ошибаюсь, во всех этих фильмах, злые, в конце концов, начинают рефлектировать. В этом они, да, во многих, да. Именно недобро рефлектируют, а зло начинает рефлектировать, начинают задумываться. Вот этот самый Снеговик, который Радон Шварценко-то играл, да? Снеговик. Он потом становится хорошим. Хороший-хороший становится. Он все понял, его научили там, и он стал хорошим. Но поэтому, в этом смысле, фильм попроще, чем Супермен. Да, и, конечно, гораздо проще, чем Хранителями убить Белого. Да, здесь важен как раз не сам материал, да, американских комиксов и фильмов, а важно, что это проявляется даже вот в таких вещах. То есть есть некая фундаментальная, да, вот эксистенциальная онтология, если можно так сказать, да, которая проявлядет в себе на любом материале. Что очень… В определенных Достоевского в мифологии, вот фильмовчиком… Почему добро не рефлектируют, рефлектируют, только зло. Не возможно. Он почему-то добрый не может рефлектируют, он te people. Да, он как факт, потому что – Добро! Да! Потому что, конечно, рефлектируют как и Ненан, к сожалению, которое не надо. Я говорю, что ты, когда схватываешь себя как чистую форму происходящего, ты схватываешь чистую форму происходящего, как действительно чистую форму. То есть как форму не будет. Мы тоже рефлектируем, но только рефлектируем тем, что хочет стать ничем, то есть хочет стать обычным человеком. Да, да, да. С недостатками, да. С недостатками. А зло? На самом деле, если мы развиваем, единственный способ рефлектировать, это обращать себя, как и говорит христианство по большому счету. Так, а почему? Зачем? Если человек хочет стать несовершенным. Откуда от всех фильмов отрицается необходимость совершенной. Ты собесательно спунишь. Понимаешь? В рефлексии ты просто проживаешь свое бытие. Ты в рефлексии есть. Ну а почему не остаться? В добру не остаться. Чем его рефлексировать? В добре обладает всеми атрибутами счастья. А им обладает. Ибо железный костюм, вот этот сам железный человек, обладает им. И вот эта штука, штука вот этими снушками бэтменовская, она тоже им обладает. И человек, какого-то, он хоп, это наделал, он себе обладает. Он хочет маску-то снять и встать со ним в заборе. Вместо него костюм живет. И Бэтменов хранитель, он и пакет несчастный. Человек надевает себе маску, он герой. Вот этот, другой Бэтмен, маленький Бэтмен из хранителей. Вот он такой. То есть вместо него, грубо говоря, если ты служишь в красоте, живет Афрагита. Если ты это, то вместо тебя живет Зевс. Нет, хорошо, это я понимаю. А зачем это делать? Чтобы стать самим собой. То есть получается, что он человек, чтобы быть, безопас Hugo нет. Я согласен, не нравится в Долгу. Грубо говоря, кто-то навязывает ему доброту. Да, конечно, конечно. И вот этот доброте он начинает бороться с Долгой. Давайте так, он избран. Избран самим свои позиции. А как он может быть избран своей позиции, если его позиция остаться человеком? Таким образом его заставляет быть Долгой? Дело не то, что... Потому что заставляют быть Долгой. Дело не то, что его заставляют, Для того, что он избранно, это не его воля. Он хочет своего, не хочет сам замыслить. Он просто порождение вот такой. А железный человек? Он Bang forsima له. Он по рождению железного костюма. Нет, так если он по рождению Супермен, то тогда он не рефлексирует. Не хочет стать простым человеком, если он по рождению Супермен, потом в нем не остается Супермен. В чем ему рефлексирует? А если человек не Супермен, ему навязывается маска, Зачем-то, кем-то навязывается маска, он начинает бороться со злом, побеждает это зло и обратно начинает рефлексировать. Смысл? Вот смотри, давайте так по-другому разместим. Вот мы обычные люди, да, и мы как-то взираем на супермен, нам кажется, как ему здорово. Да, он-то вот в такой позиции находится хороший, а мы-то обычные люди. А вопрос-то, а если мы теперь встанем на его позицию, у него-то на самом деле позиция какая? Он хочет быть обычным, таким же, как мы, то есть он на нас обратно взирает. А на самом деле он супермен. Я говорю, а почему он хочет быть, если он изначально внутри супермен, зачем, что его толкает быть обычным человеком, мне не понятно. Потому что не он выбрал быть суперменом. Как он родился суперменом? Правильно, но он не хочет выбрать его. Он хочет выбрать себя. А не те знаки, которые он родился. Если он совершает зло. Мир им управляет, мир им управляет. Получается, что он совершает зло. Мир мыслитой. Нет, там он нет. Мир мыслитой. Мир мыслитой. Костюмы расставят. Костюм есть, а его нет. Так, а почему его-то надо назначить? Почему не этого конкретного человека? Не любого? Почему? Нужно было любого назначить? Почему не всех сразу? Мы обсуждаем саму эстетику, как это происходит. Его нет, потому что мир как бы означил его, и он должен выполнять определенную функцию. Есть костюм, понимаешь? Люди на него смотрят, вот это добро. А он в этой форме, его заполняет. То есть, получается, грубо говоря, люди назначили себе Бога. Вот ты будешь Богом. Ну не важно, в данном случае Бог, который спасает, который есть в сосредоточении всех божественных атрибутов, там, красота, всемогущество, добро и так далее, и так далее. А Бог не хочет быть Богом. Я не хочу быть Богом, я хочу быть простым человеком. А он хочет быть, да. Его нет там, понимаешь? Он, точнее, он и есть, безусловно. Да, может быть и есть, но он хочет сознавать себя. Можно быть и можно сознавать себя. То есть, получается, что Бог не хочет себя сознавать? Да. То есть, обычный человек не хочет быть Богом? Да. Платон замечает на это, что олимпийские боги, точнее, у Платона, не занимаются философией. Потому что, зачем им заниматься философией, когда они и так блаженные и мудры? Не занимаются. Они есть, на самом деле. Они вот есть, вот такое, как злобное, такое чудовище олимпийское какое-то. Ну, отсюда получается вывод, что зло всегда будет приходить снова и снова. Ну, быть может. Ну, да, конечно, конечно. Потому что побеждается зло только Супермен, а не обычный человек. А если только Супермен перестает быть, зло будет снова возникает. Эстетика очень похожа на христианскую. В том смысле, что рефлексия всегда сводится к тому, что находишь себя во грехе. Иначе нельзя. Ты создаешь себя только тем способом, что ты оказываешься в ситуации греха. Ты оказываешься в ситуации греха. То есть, фактически, мы сами создаем себе зло. То есть, зло не появляется само по себе, а зло появляется только потому, что мы не хотим быть богатым. Да, создаем, создаем. То есть, у нас есть как бы внутренняя наша вещь, когда прирожденный убийца вся из себя такая хорошая, красивая, богатая и добрая, превращается в несчастную домохозяйку, неудавшуюся. Это внутренняя позиция зла, мягко говоря. И есть внешняя, когда кто-то из-за угла, завидуя ее богатству, красоте или чего-либо еще, стреляет и пытается убить. Ну, конечно, это плохой человек пытается убить прирожденного убийцу. Это очень плохой человек. Вот такая она эстетика. Но вот я постоянно эту точку фиксирую, что мир устроен таким образом, что человек за право сознавать и быть рефлективным готов отдать все богатство мира. Для некоторых людей это очень важно. Отсюда мы получаем эту самую замечательную эстетику подпольного человека, который не делает ничего. Не потому что он лентяй, не потому что он на что не способен, а потому что его рефлективная позиция не предполагает делание. То есть не предполагает нахождение в каком-то форме будущего канцелярского служащего, менеджера, героя, супермена. Ведь супермена только это метафора канторского служащего. Можно быть хорошим, успешным, менеджером по продаже. И все. Ты герой, есть какой-то свой бог, и там курят ему фемиам и свеч, кто-то еще. Но это только так. А ты, когда в рефлексии оказываешься, ты оказываешься в некоторых основаниях с христианской точки зрения, основания и осознания себя греховным, или в какой-то, или вот этой самой ситуации неудавшейся домохозяйки. Вот только так. И в этом... А теперь я как бы хотел маленько замечать, около 50. На самом деле есть две версии, да, религии. Есть прямая религия, когда богатство, красота, там, здоровье, есть некая... Оправдание. Некий дар Бога, да, и наоборот болезнь, там, безобразие, это, там, нищета, это есть, как бы, некоторого рода наказание от Бога, да, это вот прямая религия, да, где, как бы, все понятно, да, что вот в этом мире Бог прямым образом, как бы, награждает праведников и наказывает... Существует таким образом? Не, это прямая религия. Да вот христианство, это обратная религия. Там, на самом деле, наоборот, там, как раз все поменяно местами, там, получается, что именно вот те, кто богатые, там, фарисеи, саддукеи и прочие, да, они, как раз, наоборот, прокляты, да. То есть... И, наоборот, те, кто, вот, нищие, там, типа Лазаря, да, там, немощные, там, всякую роду, эти проститутки, там, мытые, и просто, вот они наследуют землю, да, вот они, как бы, войдут в Царство Небесное. То есть, в каком-то отношении, вот, это христианство, как бы, встало в противовес, да, вот, образовало новую роду формацию. Вот, как раз развлечение добра и зла, да, и поменяло паруса местами, да, получается, что бог как раз любит немощных, бог как раз выбрал немудрое миро, как об этом пишет Павел, да, немощное миро выбрал бог, да, чтобы посорвить мудрое, как бы, властное и прочее. Интересный вопрос, немощные и так далее, которые, это самое, они рефлектируют, я не так же существует в... Я бы к этому приду просто, так немножко, суть-то вопрос в чем состоит, если, как бы, теперь стоять вот на этой позиции обратные религии, то есть христианство, то тогда получится логика обратная. Тогда бытие, да, и добро будет за тем, кто находится в позиции вот этого немощного, да, кто отказывается от своего богатства, которое ему оно раздает нищие. То есть, находится в позиции рефлексии. Подожди, ну, что ты торопишься? Ну, как так можно рассказывать? Постоянно отсылается к чему-то такому, что еще требует объяснения. Кто-то отказывается от богатства, отказывается от здоровья идиотов с нищими, там, это… или там, как вот эти делали, это святые люди, там. Всяк ворота, там, с этими прогаженными, там, за ними ухаживали, сами бы заболевали этими болезнями, там, да, то есть ради Бога шли на всяк ворота муки, на всяк ворота, там… Ну, все понятно. Это помощь, да, отказывались от своего положения, от своего, там, допустим, были они там богатые, знаменитые и прочее, ради вот этого всего. То есть, вот этот отказ, он как раз не рассматривается как отказ события, а как наоборот, отказ, потому что это богатство, все это проклято, все это возле, мир лежит возле, и надо прийти к Богу, да, на добру, и это значит от всего этого мира наоборот отказаться. То есть, та же самая логика, которая разворачивается вот здесь, в прямой религии, в том, что ты рассказываешь, между добром и злом, перевернута. Как раз быть простым, быть вот этим малым, да, быть как бы немощным, быть небогатым, немудрым, да, вот быть как бы овцой, да, вот это как раз заслуга, в этом и есть добро, в этом и есть благо, это и есть бытие. И наоборот, быть богатым, быть мудрым, как бы быть вот красивым и прочее, это не бытие. Эту ситуацию проформируют, она превращает вот это бытие овцом в нечто субстантное, ведь быть домохозяйкой это не вещь несубстантная, это нечто, а у них просто вот, как в Евангелии от Луки сказано, горе вам богатые, то есть надо быть просто бедным, в том смысле, как форма существования. Так, можно так объяснять, я согласен, можно объяснять тем способом, что наоборот, да, но все равно тут есть как бы полюса, да, по-моему, полюса-то есть, но они, по-моему, в христианстве, ну, грех большой, конечно. Я хочу сказать, что в христианстве, как ни странно, возможно, да, я пока сейчас делаю гипотезу, добро вторично, то есть зло, субстанциально, потому что зло, что такое, это мир, это богатство, вот вся субстанция мира, это зло. То есть вот как вот было у гностиков, они, правда, были закреплены еретиками и прочее, но тем не менее, все, что есть субстантное в этом мире, в этом мире, да, которое выходит во власти князя-детьмы, во власти яла, все субстантное этого мира, оно зло. И как раз добро, как отрицание этого мира. Вот если ты отрекся от этого мира, если ты ушел куда-нибудь, там, в скейт, там, куда-нибудь в пещеру, там, на этот, на столб, неважно, отрекся от мира. То ты как бы в этом отречении находишь это добро. То, что ты говорил. То же, точно так же, субстанция так и осталась всегда за мером, субстантная. Но в твоем, в первом отречении, в прямой религии, или в том, что ты рассказывал про американские религии, там вот этот отход от этой субстанции воспринимается как ущерб, как зло. А здесь наоборот, отход воспринимается как благо, как добро, как то, что чается. Но субстанция все равно остается вот эта вот, как она всегда и была, да, что добрый, там, то есть, не добрый, как его, богатый, там, правящий в этом мире, имеющий власть здоровый, вот они все равно, они субстантные. То есть, мистер на самом деле пытается уловить добро, как отрицание зла, за которым они, который подпринимается вот этот мир. Да, ну, вот мне просто казалось, особенно иногда из Луки, то есть, у него и то, и то субстантные. Можно и так размышлять. Нет, я же говорю, как гипотеза. Можно размышлять, что есть двое. То есть, ты хочешь сказать, как дуализм, да, и субстантная субстантная добра, и субстантная ситуация мира, и субстантная вот этого христианского мира, который является... Не, может быть, конечно, и дуализм присутствует, потому что добро зло, как... То есть, как бы, все-таки, при всем при этом, то есть, может быть, оно первоначально в учении Христа, это было более сложной религией, а превратить эту вещь в субстантную, только наоборот. Причем, как бы, Евангелие от Луки, они являются самым таким хорошим примером Евангелия, да, на самом деле, если брать другие Евангелия, то такого нет, да, там вот такое провозглашение, что будущее нищие, будущее вот такими неимущими и прочими, сразу ты становишься добрым, такого нет. Да, да, сразу же спасу блаженную, сразу же спасаешь, да, спасаешься такого нет, только в Луке такое есть. Это и в Луке же, только в Луке же есть такая фраза, да, что блаженны нищие, горе вам богаты, да, потому что от Матвея, Евангелия, там, все-таки говорится, блаженны нищие духом, да. Те, которые избрали эту нищету по своей воле, это совсем другое, все-таки понимание, нищие просто нищие, да, нищие, блаженны нищие просто так. Ну вот, да, то есть вот... Хотя в нашем периоде синодально написано, в этом месте, блаженны нищие духом, но на самом деле, в более проверенной версии, да, более достоверной, там, будет добавки духом, Евангелия от Луки в соответствующем месте нет. Просто блаженны нищие и горе вам богаты. Угу. Продолжение следует...